Здравствуйте, дорогие друзья, любители музыкального искусства. Сегодня я снова с вами в нашем проекте. Я поделюсь открытием с вами. Субтитры создавал DimaTorzok На данный момент такой другой является для меня жанр токаты или токатины. Почему именно она, спросите вы? Потому что она каждый раз разная, не похожая на предыдущую. А глядываясь назад, могу констатировать факт, что в этом жанре я перерастала саму себя. И сегодня я попробую это доказать. Мой первый опыт в работе над этим жанром случился в первом классе школы искусств, когда я исполняла токатину Ковалевского. Для меня это было настоящее открытие. Ведь я могла петь левой рукой, ведя широкую могучую мелодию. Правая рука совершала вообще что-то космическое. С экстаккорды летали по клавиатуре, при этом пальцы, как будто бы ничего не делали, просто отстукивали определенный ритм. С первых звуков я влюбилась в мелодию этой токатины. Я, маленькая девочка, представляла себе. Вот скачет всадник, распевая широкую могучую мелодию. Он смело наступает на врага, но противники убегают от храброго наездника. Тяжело нашему герою. Много горестных интонаций слышится в его песне. Но я верила, что герой победил. Ведь дальше он скачет обратно, распевая свою первоначальную мелодию. Вот так маленькая токатина дала целое поле для фантазии. Мастер как бы приоткрывает дверцу для молодого музыканта в мир новых звучаний. Ребенок, увлекшийся игрой, преодолевает эти самые препятствия. А дальше все приходит к логичному ля-минорному успокоению. Чуть позже я познакомилась с рондо-такатой Кабалевского. Я буквально влюбилась в это произведение и сразу поняла, что оно очень популярное. Но нужно было выдержать живой и энергичный характер. А для этого добиться легкого и цепкого стакката в быстром темпе. Также нужно было научиться вести мелодию на легато, задушевывая все вспомогательные звуки. Для юной пианистки пословица терпения и труд все перетрут оказалась как нельзя кстати. Следующим произведением, которое меня зацепило, стала такатина «Фадис-мажор» Артура Болонского. Очень интересная такатина. Помню, как была необычайно удивлена, увидев в левой руке пять диезов при ключе и отсутствие таковых в правой. Я узнала, что во второй половине двадцатого века очень часто использовалась политональность. Итак, левая рука. Интересен тот факт, что для тональности «Фадис-мажор» должен стоять еще один знак, не диез. Но здесь же мелодия близка к пентатонике, потому что четвертая и седьмая ступени отсутствуют, и строится она по нисходящим звукам трезвучий, их обращениям. В итоге левая рука играет только на пяти черных клавишах, без белых. Мелодия тоже не закреплена в конкретной тональности. Композитор все время использует переменчивый лад. «Фадис-мажор» Радис-минор. Что же делает правая рука? Она полностью дублирует мелодию влево, играет только на полтона выше. Поэтому нет никакой надобности приключать ставить диезы, а в тексте их постоянно отменять. Все тот же переменчивый лад. Соль-мажор-минор. Исполняя токотину, нужно выделять левую руку, так как она начинается с сильной доли, и именно она обозначена как тональная свадис-мажор. А можно и не давать приоритетам ни той, ни другой руке, слушая молоточковый и четкий пульс. Руки порхают по всей клавиатуре, закручивая внистовую старославянскую пляску. И опять же, этот опыт был для меня впервые. КОНЕЦ Не знаю, что вновь движет, но эта страсть сыграть что-то виртуозное заставила меня обогнать саму себя, взявшись за новое произведение «Токату» 1991 год Юрия Весника. Я выучила его за три недели. Оно было для меня крайне велико, не только технически, но и в смысловом образном плане. Музыка очень нравилась, но о чем она была, совсем непонятно. Лишь обратив внимание на название 1991 год, а не на дату сочинения, только тогда пришло понимание, о чем на самом деле эта токата, ведь в ней отражен распад великой державы СССР и ее последствия. Именно об этом эта пьеса. Мне кажется, что в этом произведении автор выступил как обличитель, показав всю нелицеприятную правду данного времени. Традиционная для токат монотонная пульсация разрезается неожиданными синкопированными выкриками в верхнем регистре, сразу вводя слушателя в состояние тревоги. А дальше уже из этой маленькой интонации разрастается мелодия, спрятанная в аккордах. В воздухе витает неопределенность и неизбежность. К аккорда в низких регистрах добавляется одноголосная широкая мелодия. Этот полифонический прием вносит еще большую сумятизу, потому как темы, проходя параллельно, существуют как бы сами по себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то происходит вокруг, закручивается, ломается, но препятствовать этому невозможно. Появляется прыгающая из регистров в регистр темы. Все равно, что метание из крайности в крайность. В происходящем нет никакого равновесия, нет логики. Вокруг ложь, фальш, сатирический смех, кривляние, ужинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Превосходно звучит кульминация. Сначала расширение мелодии, где явно слышны трагические интонации. Я, кстати, осознанно в этом разделе замедляю тем, чтобы показать всю боль и отчаяние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После продолжительной паузы при пляске, запрясывает заманчивая легкая темка. И тебе кажется, все плохое позади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вдруг дикая пляска, звучащая на фортиссимо, она очень напоминает мне склоку и ругань вашей толпы. По-другому я сказать и не могу. Все дрязки и баталии привели к развалу. Ничего изменить нельзя. И машина времени полетела под откос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как аукнется, так и откликнется. Вот что хотел сказать композитор. Да, к моему сожалению, эта пьеса трудна для восприятия. Она держит слушателя в постоянном нервозном напряжении. Но написанная 30 лет назад, она настолько актуальна, что Юрия Весняка можно считать провидцем исторических событий. Первая запись авторского исполнения, токкаты, датируется 2001 годом, и более ни одной записи мы не нашли. Поэтому автор и обратил внимание на мой ролик в интернете, назвав меня первой исполнительницей этой токкаты среди учеников. Да, эту пьесу очень мало исполняют, как и не знают многих произведений композитора. Но я уверена, что придет и ее время. Загадочный мир токкаты так и манил к себе. И вот в работе новая токката, теперь уже Арама Ильича Хачатуряна. Токката ми бемоль минор поглотила меня своим буйством красок, какими-то ритмическими волнами, свободной манерой импровизации. Национальный колорит гармонии вдохновляет и завораживает. К тому же я явно слышу восточные народные инструменты. Передо мной открывается целая вереница восточных зарисовок. В токкате сочетаются и зарубежные темы, и русские народные интонации, и армянские линии. Написанная 90 лет назад, она звучит более чем современно и, думаю, должна быть понятным им одноклассником из разряда нелюбителей классики. В этой токкате я столкнулась с новыми понятиями полиритмия, импровизация. Но это не напрягало, а наоборот, вызывало азарт преодолеть это препятствие. Форма токката вполне традиционная. Трехчастная, с небольшим эпизодом в середине, с сокращенной репризой и кодой на материале середины. Первая часть представляет собой два самостоятельных периода. Первый период представляет постепенный подъем нагнетания до самой кульминации. Трехчастная, с небольшим эпизодом в середине, второй период напоминает попевку с репетициями на начальном звуке силе моря. Субтитры создавал DimaTorzok Средняя часть эпизода поэтическая, страстная, экспрессивная. Она строится на восходящем секвенционном развитии. Субтитры создавал DimaTorzok Необычайно красивая плавная мелодия в середине. Мне хочется ее исполнять на полном пианиссимо в духе и репрессионистов. Я попробую это показать. Субтитры создавал DimaTorzok Форма реприза сохранена, но сократились ее масштабы. А в короткой коде звучит тема среднего эпизода. Национальные характерные черты индивидуального стиля хачатуряна во многом связаны с ритмом. Композитор, как жонглер, раскидывающий своими вещами, просто играется различными комбинациями ритма. Остенавость, периодичность и, конечно, полиритмия. Вообще в этом произведении музыка складывается как будто бы из пазлов. Главное разобрать, понять, сложить. И перед тобой прекрасная картина, полное вдохновения и легкости. Сегодня я проанализировала свой путь в освоении одного лишь только жанра токаты, приведя цепочку от малого до большого. Именно эти токаты открыли передо мной целый спектр эмоций, звуковых новинок и удивительного вдохновения. Научили меня анализировать, познавать и исследовать. И я хочу, чтобы кто-то из моих слушателей тоже увлекся этими произведениями. Ведь изучая только один жанр токаты, можно понять и стиль, и эпоху, и национальные особенности композитора. Обгоняйте самих себя, ведь у меня это получилось, получится и у вас.